добрый день друзья сегодня у нас 9 марта и по просьбам трудящихся хочу вам показать видео о черенкование гортензии метельчатой почкой это для тех садоводов у которых весной в начале весны чешутся руки уже хочется что-то посеять по черенковать и так далее то есть ну такой метод когда мы обрезаем сейчас вот данный момент март до начала апреля гортензии метельчатые у нас вот такие веточки остаются мы их просто можем поставить в воду наливаем небольшое количество воды просто вот так вот на донышке баночки и ждем пока почечки у нас проклюнуться как узнать когда готова гортензия к черенкованию ну вот почечка должна листики должны раскрыться вот листики раскрыться вот такая ну сантиметра полтора два но это у меня сорт magical moonlight веточки толстые поэтому почечки крупные когда веточка поменьше той почечки соответственно будут поменьше вот например вот здесь сорт у меня silver dollar почечки веточки поменьше и почечки будут тоже поменьше вот она попозже и значит подготавливаем грунт грунт должен быть рыхлый совершенно вот такой прям воздушный такой вот прям воздуха там должно быть много воздуха потому что корнеобразование происходит когда в грунте много воздуха использую торф с перлитом продезинфицировала первикуром поверхность почвы с пульверизатора спрыснула буквально ну спрыснула чтобы было так влажненько ну сам совершенно такая полусухая вот сверху только вот она влажненькая внутри она такая полусухая вот берем значит почку почку берем просто просто вот так раз с пяточкой отрываем вот почечка видите листики открыты муж почечка готова и вот так просто вот просто вот так ставим не туда не углубляем просто вот ставим и все берем вот так все почечки которые у нас готовы к черенкованию просто вот так так снизу поддерживаем раз так и и с пяточкой вот тут даже из одного места три почки но вот они еще не готова немножко пускай подрастут вот эту принципе можно вот и просто берем эти все почечки ставим на поверхность субстрата сильно не заглубляем просто даже вот они вот так раз вот просто они стоят на поверхности слегка так немножко их туда заглубляем чисто чтобы они не упали даже если они упадут ничего страшного они будут корнеобразования происходить практически на воздухе слегка сбрызгиваем тем же первикором пол миллилитра вот у меня здесь разведено пол миллилитра на пол литра воды буквально вот пару раз сбрызгиваем можно поправить чтоб не валялись не валяшки и просто а можно еще вот укуринитом можно с укуринитом можно без укуринита можно с корневином но почки они укореняются на сто процентов даже без всякого корневина потому что у них сейчас процессы роста очень усиленные и просто вот так пакетом скрываем но пакет конечно такой не очень удачный вот у меня здесь было месяц назад 12 февраля я ставила на черенкование лаймлайт гортензию 12 февраля то есть практически месяц и вот посмотрите субстратов остается абсолютно рыхлый и вот как почечка она во время укоренения подрастает то есть у нее образуется вот такая ножка и идут корешочки корешочки вот буквально на поверхности почвы вот они тут даже прям по поверхности есть которые еще колюс только образовался но я по мере готовности почек их сюда так подставляла и они а вот сбоку даже корешок вот где даже корешок пошел даже не снизу сбоку и вот так они у меня стояли месяц вот некоторые еще без корней с колюсом потому что попозже я ставила и вот так месяц они у меня стояли периодически я их опрыскивала создавал такой парниковый эффект просто вот такой пакет он такой жесткий то есть он держится он не падает на почки и просто так периодически проветривала из сбрызгивала вот ставим в пакет периодически поглядываем проветриваем и в течение месяца они у нас даже могут и раньше вот надо туда этикетку дают корни потом значит вот сейчас я их буду рассаживать по отдельным стаканчиком но при этом также создавая им парниковый эффект например под поставлю их вот в такую коробочку вот посажу вот по баночкам да вот как клематис я рассаживаю тоже вот так крышечкой потому что чтобы на первое время у них был парниковый эффект вот так что пробуйте черенкование гортензии это увлекательно и легко главное создать условия рыхлый рыхлого субстрата и не заливать и слегка проветривать и опрыскивать все всем добра пока пока